Всех приветствую на Wall Street Online Каждую пятницу и даже пятницу 13-го Мы собираемся по Проходим по этой ссылке в веб-комнате И рассматриваем основные фишечные рынки С точки зрения объемового профиля анализа рынка Уже более трех лет И в конце апреля уже будет тысячный выпуск Мне сказали, что уже 994 выпуска Вот такие вот новости Так, и еще такой небольшой анонс Значит, заканчивается Мартовский контракт Мы сегодня рассмотрим основные массивы Которые нам нужны будут В июньском контракте Возможные сценарии На рынке И Еще вот такая вот новость Решением было принято, что По итогу июньского контракта Будут такие небольшие бонусы тем, кто Займет первое, второе, третье место в рейтинге Вот Соответственно Три месяца бесплатного доступа На любой пакет, который выберет трейдер Кроме премиума Второе место два месяца, ну и третье место Дополнительный месяц Вот, но рейтинг будет формироваться не по инструменту, а по бирже То есть Вот здесь Выбираем То есть Будут Две биржи на рассмотрение Это CME И РТС В общем Если взять рейтинг По бирже CME За декабрьский контракт То Мы получим Вот такой вот Рейтинг Третий у нас This Capital Но по условиям По условиям Такого вот Небольшого конкурса Трейдер, у которого нет Не указан никнейм А просто Указан номер аккаунта Не считается Участником И Трейдер, у которого Также в рейтинге нет Познавательной аватарки То есть Вот NoMage Также не считается Участником То есть Если вы все-таки Будете принимать Участие В сражении То Просто Добавьте аватарку И Придумайте себе Какой-нибудь Никнейм Вот Ну вот Такие вот Бонусы Кому-то Они не подходят Судя по Чату Никого Ну Как обращаться К трейдеру Если у него Просто номер аккаунта И трейдер Ли это вообще Ну Вот так Было Принято Это Ником Ну Я думаю Что Вбить Никным Это не так уж и сложно Так И Ну Получается Звезд Кэпитал В этом Рейтинге Лидирует По ЦМЕ Потом Сильверган Пират 98 Sky1 Американец Драгон Астралкс Бин 10 Десятое место 11 Тоже Арбитраж Киберфанд Вода Матрикс Мишка Мед 18 Место Лондон Юсо Трейдер Роса Свет Астралкс Мбв Эй Вот Такой Вот у нас Рейтинг Ну В общем Те Кто принимает Участие Активно И Кровать Позиции Они Частенько Попадаются В рейтингах Так Апорт Тспорт Частенько Проверю Контракт Ой Сори Забыл Переключить Контракт Секундочку Заркс Контракт Переключить Сейчас На мартовский Так Так И еще Помимо Таких Небольших Бонусов Лидерам Которые будут В июльском Контракте Заскепитал Предложил Трейдерам Которые В принципе Неплохо Справляются На Срочном Рынке Попробовать Свои силы На Реальных Счетах Которые В принципе Я так понимаю Предоставляет Его компания Вот То есть Можете Связаться с ним Вы увидите Ссылку На почту Заскепитал Вот О каких Деньгах Идет речь Я думаю Что Уже Лично С Ним Обсудите Потому что Мы Не слышали Сумы Ну Я думаю Раз Об этом Зашла Лечь Что Там Не О 100 Тысяч Долларах Идет Разговор Так Давайте Все-таки Подгрузим Ранее Интересы Что 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 Нельзя Переключить Контракты И Во Российской Бирже У нас Лидер Сейчас Тут колонки Немножко Так Звинулись Сейчас Дата Восстановим Так Двин Первый У нас Получается Так Даты Правильно Устил Марковский Контракт Все верно Молодец В принципе Появился Недавно Но Уже Радует Результатами Мастер Юра Тоже Хорошая Серийность Отлично А сам Очень много Позиций Но Как-то Справляется Риксос Знаю Этого Трейдера Так Краса Си Вот Недавно Появился Но Серийность Крутая Мне Нравится Еще Раз Сам Второй Счет Гиза Молоко Кадавр Сбербанк Пульсар Андрей Маркуша Гуров Квазар Макс Андрей Издерикон Ну Здесь Уже Другие Трейдеры Как Видите Очень Много Тех Кто Появился Недавно В Лейтинге Ну На Фейсбук Вы Видели Уже Итоги По Валютным Фьючерсам Ребят И по Индексам Вот Можете зайти Посмотреть Возможно Вы там В рейтинге Первый Так Ну С рейтингом Разобрали Сейчас Даже Посмотрим Несколько Сделок На этой Неделе Вот По Новостям И отчетам Которые Нас Ждут На следующей Неделе Ну Сегодня Понизили Процентную Ставку Неделе Россию И это Вроде Как Должно Позитивно Влиять На Рост Но Нефть Падает И падает И падает И это Заставляет Трейдеров Работать От шерта Так Следующая Неделя Будет Очень Важная И ключевая Так как Уже Мы сейчас Будем Рассматривать Многие Фишерсные Контракты Ну Некоторые В большей Степени Некоторые Только Начали Перебрасывают Активы На Новый Контракт Уже Закрывается В принципе Март Хоть и Экспирация На следующей Неделе Но На неделю Раньше Переходят Самые Хитрые По СНП Уже На всю Катушку Работают На Июньском На Еврике Уже Начали Переходить Вот Поэтому С понедельника Можете Смело Работать На Июньских Контрактах И Фиксировать Мартовские Вот Плюс На Следующей Неделе Я Подозреваю Ну Уже В принципе Это Как Традиция Это Любой Нератрейдер Заметил Кто Трагует Три Четыре Года Как Минимум Как Раз На Среду Четверг Препадают Такие Важные Индикаторные Макро Новости Которые Могут Создать Высокую Волатильность И Даже Начать Как бы Тренд Новый Либо Разворот К примеру По СНП Либо Продолжение Это Фомка Опять же Поздно Вечером Будет У них Там И Фом Митинг И Форкаст И Черепресс Конференция То есть В среду Вечером Раскачают Волатильность А в четверг От Открытия Америки Выходит Джобус Плеймс Еще Добавят Масло В огонь То есть Вот два дня Будет штормить И Понедельник И вторник В принципе Перед этими Новостями Могут Немножко Пофлотиться Хотя Сейчас Как раз Все Массово Переходят На Июньский Контракт И Эти Уровни Эти объемы Будут Ключевыми Поэтому Постарайтесь Не пропустить 18-19 Числа Вполне Может начаться Хороший Импульс И Обычно Такие Импульсы Могут Около Месяца Стабильно Держать Динамику Ну в общем И не забудьте Поставить Напоминание Что Вечером Фомка Так Это По штатам Ну в принципе И понедельник Там Industrial Production Production How Starts Во вторник То есть Вся неделя На таких Важных Новостях По штатам А по другим Странам У нас Такие Кстати Помните Индикатор COF KUF Швейцарии Прошлый Показатель Который Вышел Хуже Ожидание То есть Негативная Оценка Ну вот По S&P Уже Начали Скидывать Это Как раз Вызвало Такую Небольшую Коррекцию Так На следующей Неделе По другим Странам 17 марта Германия По Экономическим Настроениям Ичитается Плюс Индекс Потребительских Цен Февральский Ну Так себе Не сильно важные Будут новости Немножко Могут Расшатать Рынок И Еще У нас Квартальные ВВП Новой Зеландии Ну Тут Уже Никто Не будет За этим Следить Ну И Канада В пятницу Считается На Следующий День То есть Фактически Никаких Других Информационных Триггеров Нет Кроме Вот Фомки На Среду И Четверг Джобл Склавец Поэтому Я думаю Внимание Все будет Сконцентрировано Именно На Те События Вот И Росрынок Будет следить За котировкой Нефти Будет ли дальше Падать Либо же Все-таки Приостановят Снижение Так Ну На этой неделе Еще буквально Пару сделочек Ри Хотел Вот Выделить CRS В принципе Вот Хорошие Пошли Уже Открытия Видно Здесь Тактически Уже Работает Трейдер Не На Бум Не По Интуиция Вот Тут Все системно Открывается И закрывается И Заслуженное Первое место Катапульт Вот так Вот Закрыл Продажу И даже Там Чуть На вечер Заработал Каких-то Контрактиков Вот Тоже Неплохо Андрюха До сих Пор А вот Зафиксировал Наверное Услышал Как я Сказал Что Надо Переходить На Нинский И Вышел Так Кого еще Я хотел Выделить Так Сайберфан Круто Закрыл В общем Молодец А И свеки Да Смотрите Как Алмаза Два дня Просто Ну Без учета Вот этой Продажи Там реально Была Манипулятивная Такая Свеча На Север И вот Две таких Смачных Хорошенько То есть Уже При 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 Пристрелялся Ну И И Рикс Срадует Еще Пока Учится Но Уже Рвет И Мечет Ну В общем Так Держать Не Сбивайся С Ритма Так По Еврику Сейчас Посмотрим Чемпионов Так Пирант 98 87 Тиков Шортит И И Не Закрывает Еще Карлос Тоже Молодец Там У них Все Незавидание Такое Поработать Ну В принципе Неплохо С покупкой Конечно Повременело Рановато Драгон Тут Опасно Так Заходить Так И Сейчас Быстренько СНП И Если Есть Пожелание Можем Какой-то Другой Инструмент Посмотреть Посмотреть Пример Там Где-то Будет Торгуйте Так Скайлан Уже Сражается На Юньском Контракте Я так понимаю Да Это Уже Юньский Контракт Позиционно Видно Стоит Продажа Чикаго Зашел И Американин Зашел На Шорт Аккуратно Со стопами Все Вот это Радует Стоят Стопы Стоят Профиты То есть Сделки Которые Без стопов Это Уже Риск Какая-то Новость Не Заметили Не Просчитали И Все Так Сейчас Мы еще Мартовский Заглянем Американец Американец Есть Вы В чате Или Нет Неплохо Заходит На Маркет Cyber Hound Так Вот Закрыл Шортец Лайфер Шорт Ну В принципе Дальше Уже Переход На Новый Контракт И Там Не До Трейда Сейчас Так Ну Вот Радиции Начнем С С С С С С С С Золото Попросили Золото Так Давайте посмотрим Золото Чуть-чуть Захватим Так Ну И 18 Марта Начнется Подготовка Трейдеров К российскому Рынку Те Кто Планирует Работать Как раз На РТС На Рубле На Сбербанке Газпроме Так Золото У нас Лист Лист Два Вот Такие Вот Ниндзя Сделки Зашел Вышел И 129 Пипсов В принципе Забрал Так Потом Вот Не знаю Даже Как это Прочитать 77 Алекс Ван Тоже Такие Скальперские Быстрые Позиции И М8 Ну Как-то На Этой Неделе Сачковал И Мешка Мед Сейчас Покупки Но Без Стопов Ай 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 Лариса Ну Там Уже По чуть-чуть Франк Так, франк автоматом переходит на мартовский, поэтому я сейчас не включу. Так, пираты. На новом контракте вот уже Dragon на покупках зашел. Так, Макс, это вы Dragon, да? Ну, пока в покупке стоит только Dragon на новом контракте. Понятно. Значит ошибся. Так, ну все. Переходим на... На S&P. Ничего себе. Позиционный. Ну тогда вам... The Capital. Такие там требуются. Так, ну в общем... Уже переходят объемы на юнический контракт. Если отключить склейку двух контрактов, вот уже 803 тонны сегодня оборот. По цене 20.40, объем 20.35 размещали. На мартовском тоже объемы уже меньше, то есть больше торгуются уже контрактов на юническом. Поэтому на S&P точно уже можно не работать. Вот. На этом контракте нет смысла. И в понедельник уже спокойно приходить и работать на юническом контракте. Давайте выделим важные ключевые уровни. Ну, в мартовском контракте здесь огромную роль. Сыграл вот уровень 2005 по 1989. Даже если включить, к примеру, даже с сентябрь, вот два контракта. Обратите внимание, как тут три раза, даже четыре, поддерживали на неплохой такой хорошей любвиности. То есть поддержки были достаточно объемные, поэтому это поддержка номер один, самая приоритетная. То есть для долгосрочников, если S&P уйдет ниже 89, это уже ярый признак, что у вайеров проблемы. Сейчас вот промежуточная еще локация, как раз 20.59 по 20.37 с половиной. И сейчас S&P как раз разбирается. Это дозагрузка вот после последней поддержки. Вот здесь сформировали нулевой импульс этого тренда. И вот дозагрузка байеров. Поэтому, если байеры очень настойчиво будут удерживать этот уровень, не упускать ниже, то можем, ну, например, под фонку увидеть тестирование данного массива на максимуме. Здесь очень-очень плотно, очень плотно простояли несколько недель, и невозможно это не выделить. То есть это номер один сопротивление. И поддержка, вот пока сложно судить, она объемная или нет, потому что контракты то на мартовском, те на июньском. Но с понедельника-вторника уже можно будет оценивать по ликвидности, что же происходит на этом уровне. То есть если взять даже склейку, то тут не очень поддерживают. Так как вот эти четыре раза больше двух с половиной миллионов были обороты. Два миллиона триста. Вот. А последние несколько сессий тут вот все фиксируют позиции и только будут открывать на понедельник-вторник уже. Поэтому уровни, которые сформируются в понедельник-вторник, они будут очень важными, так как все участники откроют позиции. Не фиксируют, а открывают. Значит 2065 по 2088, кондикаторный диапазон. Его стоит постоянно мониторить из-за того, что здесь достаточно волатильно селлеры расширяли диапазон. И могут в принципе в любой момент там создать снова сопротивление. Ну, как-то уж очень-очень верится, что все-таки если будут создавать нисходящую динамику на новом контракте, то, ну, я думаю, точно попрощаются еще раз с 2100, ой, с 2100. Напоследок поснимают стопы с селлером позиционным. Вот. И вот это как раз будет интересно. Вот. Ну, а пробитие данного диапазона 2096, 2113, 2114. Ну, это понятное дело, что пока процентные ставки не повысят федералы, мыльный пузырь может и дальше раздуваться. Так, что еще стоит выделить? Ну, я думаю, что пока ниже 2000 не упадут, там у нас еще будет Wall Street Online, мы выделим эти уровни. Стоит заметить, какая раскачка была в 2015 году по волатильности. Тут просто ничтожно всех. Вот. Какая была динамика. Ну, вот. В осенний контракт декабрьский, да, то есть более системно и спокойно. И вот что происходит на 2015 уже. Это будет жестокая волатильность. Очень жестокая. Там можно быстро потерять. Так, у нас есть такой на склейке контрактов небольшой гэп. Из-за того, что два контракта, ну, по разным ценам торгуются. И тоже посмотрите, на всякий случай, вот 2049,5 по 2057 вдруг не смогут даже этот уровень пробить. Так. Раз массив, два массив и вот уже завершили модель разворота, поэтому 2096, 2113, 2114. Ну, как-то уж очень открыто они четыре раза этот уровень удерживали в 2000. Возможно, преждевременно пытались уйти ниже, да, то есть раньше времени, чтобы не пустить рынок раньше времени на шорт по S&P, то приходилось им четыре раза здесь поддерживать. Ну, либо же загрузка таким образом у них происходило. Потому что волатильность очень выросла. Особенно в 2015-м первый месяц это был просто армивидон. Так, ну, в принципе, уровень зафиксировали. Идем дальше. Сейчас я переключу на контракт. У нас сегодня очень много чего нужно заплатить, поэтому буду быстро применяться. Так, ну, это завсегда интересно посмотреть, что уже на новом контракте понакидывали участники. Сейчас у меня активный июньский только. Вот такие, собственно, у нас дельты сейчас. 52 тысячи контрактов на стороне Селера было уже 10-го числа. 47 тысяч контрактов 6-го, 0-3-го, уже 6-го числа. Вот. Были уже Селера, причем оставились лет как раз на 20-68. Вот, красавцы. И потом дозалили на вот этом уровне. 20-65 с половиной. Вот такие два отпеток Селера. И на минимуме вот здесь тоже, по ручку. Значит, в принципе, если будут эти Селеры защищать и дальше диапазон, спекулятивно может дальше пойти продажа. То есть, ну, вполне может быть. Потому что крупные игроки часто заходят как раз на минимуме для на продажу. Там, где есть встречная ликвидность, 50 тонн. 10-го числа, 21-а. Здесь на снятие стопов, скорее всего, ушли на 20-ку в покупку. И сразу же, сразу же поменялась дельта снова на Селера. Ну, так как пятница, не многие хотят открывать перед выходными позицию. В понеделье будет уже ясно на встрече Америки, какие взгляды на происходящее на СНП. Ну, корректируется, конечно, очень изумительно. То есть, в принципе, если не учитывая, что это фиксация, да, то есть, перед экспирацией, то агрессивность Селера достаточно очень такая явная. Учитывая 6-го числа, 10-го, такие сильные бусы. Вот это немножко передохнули, загрузили продажи. И вот здесь защита, ну, откровенно очень удерживают Селеры контроль. Поэтому присмотритесь. Так, это июньский контракт. Ну, а на мартовском, естественно, там сейчас просто каша, 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 каша. Так, 50 тонн, тоже те же самые сессии. И сегодня 19. Ну, уже нужно смотреть на июньском, поэтому мартовский там пускай уже закрывается. Открытый интерес тоже нет смысла сейчас смотреть, потому что тут только будет набирать ход показатель открытого интереса. Единственное, можно смотреть, насколько сильно открыли позиции, еще не открыли. То есть, насколько уже загружен новый контракт, на сколько процентов он уже в своем обороте идет. А так он будет постоянно расти примерно, ну, вот, в понедельник, вторник уже должен выйти на свой рабочий уровень. Так, а это у нас недельный уровень. Сейчас мы выделим его. Итак, 90 тонн уже в новом контракте прошло на открытии Америки по S&P. И этот диапазон сейчас, ну, для спекуляции в интродэй, вот, номер один. Вот этот бар 15-минутный. Бывали объемы по 100 тысяч контрактов за 15 минут на открытии. То есть, тут разместился явно какой-то либо банк, либо хэш-фонд, то есть, либо даже группа банков, потому что очень быстро и много объема разместили. Электридность вот к 11-ти держалась неплохая. И, в принципе, вот каждый из этих массивов можете себе взять на мониторинг, потому что там даже не, даже на капельку не смогли бары контролировать маркет. Вот сейчас 12-32, и S&P болтается на минимуме дня. То есть, вот этот даже массив, последний, не смог толкнуть особо котировку. Поэтому явный контроль селлера. Два ядра образовалась уже по S&P в пятницу. У нас получается 20-36 и 20-40 с половиной. Это вот как раз на минимуме. И утреннее ядро, это 20-47 и 20-53. Сопротивление. Ну, относительно этого ориентируйтесь, как будет вести себя понедельник. В понедельник новости там в 10 или в 8.30. Вторник. И уже в среду под фонку. Поэтому вторник, я думаю, будет такой непонятный. Очень много ложных движений, скорее всего, будет. Буковичок возможен. Вот. Осторожно. Чтобы не попасть в эти разборки в понедельник-вторник. Лучше аккуратненько поработать и размещаться ближе к среде. Либо же в четверг уже после открытия. Ну и зафиксируем тут такой неплохой объемчик. Так. Ну, пятница активно шла на шорт. Поэтому вполне возможно, что понедельник сохраним динамик. Так как и дельта, в принципе, по пятнице отрицательная. Ну, вот такой вот у нас S&P. Так. Сейчас быстро пробежимся по европейским индексам. Так. Ну, здесь также раздувают и раздувают нольный пузырь. Идентично, как в штатах S&P на нулевых процентных ставках. Халявные бабки. Куда их вкидывать? В акции. Вот у нас и растет индекс. Поэтому сильный объем, очень крупный объем в новом контракте. И такая увесистая продажа. То есть порядка 30 сессий подряд будет сильный шорт. Тогда уже можно расценивать о возможной смене динамики. Весна и осень обычно такие ударные. По статистике и по опыту это бизнес-сезоны. Поэтому после зимней спячки начинают просыпаться все участники рынка, чтобы заработать кэш перед летом. Поэтому тренды могут быть очень такие. Либо волатильные, очень быстрые. Да, да, да. Это движение очень читаемое. Ну, фундаментально даже тут все верно пока. Но, вот что удивляет, насколько просто в открытую торгуются прямо на максимуме за несколько месяцев. Даже, ну, собственно, давайте посчитаем. Здесь боковик, тут не в счет. Вот одна сессия на снятие стопов. Еще одна сессия на снятие стопов. И вот коррекционные две сессии. Четыре сессии, которые якобы могли подсказать, что можно себе на динамике. Все остальные просто идут наверх. Сессия за сессией. Есть такое ощущение, что специально тащат рынки очень сильно наверх, чтобы весной нормально так упасть. И это не сильно ощущалось по графику. Что, видите, дальше уже рост идет у них тяжело. То есть, ну, даже по техническому анализу угол трендов слабеет и расширять цену выше. Все сложнее и сложнее. Так, посмотрим сейчас. Немецкий контракт, что у них там. Ну вот, на макушке там уже размещаются потихонечку. Последние три сессии закрыли пятницу на максимуме. Круто. Вот, то есть, в принципе, вот относительно этого массива, я сейчас даже его выделю. Вот, плюс понедельник будет размещаться перед фомкой. 35.53, 35.74 на новом контракте. Вот массив, ядро. Ну, здесь по большей степени четверг, плюс вот кусок пятницы. Это 35.55 где-то так, 35.75. Вот этот диапазон ключевой, и к нему будете отталкиваться на следующей неделе. Но рекомендация, вот до среды постараться, если получится зайти достаточно так аккуратно, и котировка уйдет на безопасное расстояние, что вы уверены, что вы можете пересидеть и спокойно будете за позицию даже при фомке. А фомки бывают разные, еле может выйти и сказать, что она ошиблась, и федеральная резиновая система это вообще не ее. Вот, ну, все что угодно может быть. Либо там отказ от доллара, переход на биткоины. Как-то не слишком уж их рекламируют по всем телеканалам в Америке. Вот, поэтому внимательно в среду сюрприз может быть неожиданный. Так, DAX. Ну, на DAX идентичная схема, там напечатаны еврики. Толкают экономику все выше и выше. Тоже, практически без коррекции. Вот, буквально пару сессий тут что-нибудь так задумались и на максимуме закрылись. Следующая сессия просто идет в открытую наверх. Это чересчур даже, я бы сказал, на максимуме за такой период вот так в открытую покупать. И закрылись даже сегодня на максимуме историческом. Либо специально тянут, чтобы уже всех выбить. Но это мартовский контракт. Либо тянут, чтобы закрыться повкуснее. Ну, достаточно так агрессивно ведут себя. Вот, значит, начали уже потихоньку заходить, но не объемно. Предпосылок к развороту нет. Я ж не говорю, что продавайте. Все будет понятно в среду-четверок. Если СНП рухнет сильно, вот, и уйдет ниже ключевого уровня, которого мы выделим. По Евросоюзу, ну, печатаются халявные кредитные бабки, вот, скидывают. Оно вслепо идет. Все, что научились уже в СНП, как надо работать в таких ситуациях. Вот, они там идут без даже коррекции. Так, на мартовском, тут какие-то покупки идут, наверное, с такой снимается. А на июньском, на июньском покупают, в общем. Ну, и бог с ними. Так, и РТС. Так, ну, здесь испортила картину нефтянка. Неплохо, в принципе, подросли. Даже удерживали котировку в районе 89-91, что, в принципе, давало хорошие такие триггеры на возможное продолжение динамики на рост, если нефть не помешает. Но, помешало. Значит, до загрузка на покупку, как раз вот здесь пришелся момент пробития максимума. тут несколько сейсий, наверное, целую неделю были хорошие обороты, поэтому этот уровень возьмите на заметку. Потому что здесь очень байеры старались, чтобы толкнуть цену выше 84.885. Если будет, опять же, на новом контракте здесь объемненько поддерживать пути по такого обороту, либо даже выше, то есть шансы, что все-таки удержат. Это я взял с осенью. График сейчас тут есть несколько уровней интересных. Так, вот площадка. Это номер один уровень вообще поддержки. Если точно выделить, 77.300 по 71.900. Тут, как могли, удерживали индекс от котировочки, вернее, цены 70. То есть тут просто плита. Скорее всего, Центробанк вмешивался. Также здесь 3-4 раза объемненько поддерживали. И уперлись мы, получается, вот в такой массив, который как раз загружали жестко на шорт. Перед падением пробили минимум. И все. И там всю неделю шортили. Вот как раз просто в эту плиту уперлись. 92.500. Поэтому пробитие вот этого диапазона до 98. Это будет хороший знак. Так, есть все-таки спрос. И толкает котировочку не просто так. Пока вот объемочки упали. Ждут, опять же, скорее всего, фонку. Плюс адекватные ситуации по нефти. Ну, посмотрим. Если контракт все-таки удержат выше 80-е, это будет, в принципе, неплохо. Есть предпосылки, что будем еще толкаться на север. Главное, чтобы не ушли ниже 72-е. Это уже будет край. Там было 3 сессии ниже. И пускай не останутся в истории эти 3 сессии. Обратите внимание, вот 15-е, 12-е, 16-е, 12-е. Видите, какая волатильность была. Это фактически открытие мартовского контракта. Вот так вот, аккуратненько, без особых страшилок, начался декабрьский контракт. Спокойно, без шума и пыли. Раз, два, три. Тест, тест, тест. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Есть, нет, есть, нет. Так, слышно. Слышно, но плохо. Так, чего умолчите. Поближе микрофон подвинул. Так, ну, в общем, будем надеяться, что они пустят в новом контракте ниже вот этой плиты. Потому что здесь такие силы очень-очень мощные вмешивались на поддержку. Это очевидно. Поэтому пока объемов нет, и это настораживает. То есть, ну, в общем, главное пробить 96-97. То есть, в новом контракте, чтобы они здесь набрали объем, ну, пускай даже на волатильности могут и касаться там 78-й. Набрали объем и начали атаковать 96-95. Но опять же нефть, Газпром все вместе как себя покажут. Так, ну, посмотрим, что у нас происходит на низком контракте на этой неделе. Конечно, новый контракте, вот, смотрим. Здесь прескейл 300, в 30 раз больше, чем нужно. Ну, это чтобы вы видели, могли все паттерны посмотреть. Потому что РТС по своей структуре очень волатильный и не помещается кластер на экран. Два монитора иногда. Либо вертикально ставить широкоформатный стакан, чтобы четко просматривать. Так, 11-е, 12-е, 13-е, пятница. По 9-е у нас на стороне байера, по агрессору. И по тегдиректу у нас тут печалька 17 тонн на стороне продавца. Ну, агрессор это биржевая маркировка, а тегдиректу это наша программная. Она была разработана еще до того, как у нас появился трафик с биржи, именно с маркировкой. Поэтому я иногда посматриваю эту и ту, смотрю за разницей. Так, по маркировке, видите, здесь как бы 8,800, 8,900. Две сессии были практически на них и тех же цифрах. В последнее время это очень часто мелькает. И я уверен, что сегодня были гиперобъемы. Мы когда евро будем рассматривать, напомните мне, чтобы я посмотрел хайдентикс. Потому что на этой неделе невероятные объемы по еврику проходили именно вот хайдентикс очень много. Так, ну, я бы не сказал, что здесь как-то ажиотажно грузится. Бывали и по 22 тысячи контрактов сделки проскакивали. Тут по 3 тысячи. Ну, не очень. Не ажиотажно, я бы сказал. Сейчас, 12. А, господи. Постоянно забываем юнский контракт включить. Сейчас. Нам надо юнский контракт. Вот именно там смотреть, что происходит. Идентично. Ну, похоже, что с мартовского перекидывали на юнский. Пока не замечен сильный игрок. Похоже, что ждут. Так. Угу, угу, угу. Так, потихонечку набирает, но пока очень-очень слабо. Еще на новом контракте не так уж и много крытых позиций по сравнению с мартовским. Еще не все, вот, уже закрывают. Ну, вот 3 сессии шла фиксация. Поэтому уже скинули, скорее всего, мартовский. И на понедельник все будут как штык на июньском. Так что, и давайте майсекс 10 сейчас сравним. Так. Так. Ну, тут стоит заметить, что вот этот массив, который на майсексе, котировочка майсекса еще не прошла. А РТС уже этот массив якобы пробил. Тут нестыковка получается. Может быть, это все ложным движением на 80 с половиной. Ну, опять же, тут котировка нефти обязательно. Так, ну, нефть все понятно. Тут пока она не остановится, она уже раз, два, три, четыре, пять, шесть дней летит. Поэтому посмотрим, как 45-й, 44-й будет удерживать. Так, вот РТС его посмотрели. Ну, и спекуляции нужно же делать, правильно? Сейчас мы посмотрим, что там в пятницу набросали по июньскому. Вот, вечером 18.00 зашли. 81.310. 81.100. Возьмите диапазончик. На всяк случай. Просто и напросто на максимуме. Наверное, айсбергом зашли, что ли, по тритонной. Прямо на самом пике. Вот тут. Сношротили. Тут тоже так все четко на новом контракте. Что ж, захотелось на РТСе поработать. Смотрите. Чтоб так всегда РТС торговался. Выбросили об нем, защитили. Макс. Я Майсекс не на согласование накладывал. Я сравнивал в общем. Причем Майсекс 10. И вот этот массивчик. Двенадцатого числа тоже на шортиле. Прямо аж до 85-210. Значит, раз. Загрузка. Тут прям утром очень поспешно кто-то зашел. И второй раз. Сегодня на 83-83-200. И вот на минимуме 81-100, 81-310 для ориентиру. Сейчас вот даже ночью порядка 3600 контрактов оборот за 15 минут прошел. Что ли поддерживать собирается. Ну там нефть падает. Куда там поддерживать. Так, это у нас первые объемы на июньском контракте. Ну, грубо говоря, 84-500, 85-200. Потом второго уровня класса до загрузка. Здесь прям с утра забросили объемы уже в попыхах. И 82-800, 80-80-80-300, еще одна такая вот массивность. Ну, пока отталкиваться не с какого массива тут. Площадки такой плотной нет. Ну, опять же, нефть падает, поэтому все скидывают. Сегодня по дельте грянут. Давайте посмотрим. 81-108-1-310. Продажа. Ну, пытались. Пытались, но не получилось. 4-700. 81-108-1-300. В принципе, если нефть успокоится и начнет возвращаться, то могут тут еще раз дозалить. А, что так активно тормозили котировочку. Либо скинули продажу. Те, кто шортили, могли очень быстренько сбросить шорты. И тут мы тоже пытались что-то... Ух ты. Не, ну это... Да, тут, тут... Свои люди заходили, как говорится. Поэтому там дельта... Не та, что нужно смотреть. Так, 1600-1600. Смотрите, прям одинаковые цифры. 1611-1676. Одни и те же люди. Так, возьмите на заметочку. 80-500-80-600. Ну и, в принципе, вот после этого байера еще байер сохранялся до 20-0. Еще пытались, но стопы посудив. Ну, не могли снять ему стопы. Этому покупателю. Так, еще я хотел добавить к РТС-обзору такой достаточно позиционный взгляд на Сбербанк и Газпром. Потому что, да, важные и весомые акции индекса. И их нужно осмотреть обязательно. Так, ну вот, возьмем за год Сбербанк. Я не помню, вам рассказывал или нет. На сайте moex.ru, вроде, да, этот биржа. Чудом попал на документацию для маркетмейкеров. Вроде, рассматривали. Если рассматривали, то мы не остановите. И там интересная информация, почитайте. Очень много полезного для себя найдете. Как рынок, на самом деле, контролируется. Так. Значит, Сбербанк за год. Котировка. Ну, здесь поддержку в 163 миллиона оборот за неделю. Где почитать moex.ru вроде, moexex.ru. Вот какой из них я не помню. Там по поласте где-то в закромах сайта. Называется раздел маркетмейкер. Мейкинг. Там есть документация о программе маркетмейкера. Там даже нашли, сколько у него диапазон. Сколько он стоит. До какого предела. Сколько получает за активное участие, за неактивное. Ну, в общем, вся документация там почему-то в этом доступе есть. Оно, в принципе, и хорошо. Так. Сбербанк. По Сбербанку стоит отметить загрузку здесь. Очень яро зашли. Потом очень плотненько весь такой вот первый до 16.02 загрузка была. То есть вот этот диапазон получается 65-60 по 61. Очень такая сильная поддержка. И если даже ее пробьют, то... В общем, ниже 60.5 покупать точно не стоит. Дождитесь пока приостановят снова на 56-й и начнут возвращаться в этот массив. Тогда уже можно будет работать на бае. Куда мы пришли? Вот здесь у нас локация еще с осени. Семьдесят четыре по... Там, если почитать... Я, кстати, там документы, в принципе... Там даже было написано, кто является маркетмейкером. БКС, вроде еще, Айтиинвест. Еще какие-то пару брокеров таких известных. А потом какие-то несколько банков не сильно такие афишируемые. И судя по всему, подаешь документы, можешь быть маркетмейкером. Я там полностью все условия не вычитывал. Но данные там такие предоставляются именно маркетмейкеру. То есть... Страшно даже представить, что они там видят. Так. Сбился немножко сейчас. Вернемся на Сбербанк. Вот, плита достаточно такая мощная. С 24-го, 08-го, еще летом, тернулось 74 по 79. То есть, фактически, ну, более-менее, это такой стабильный период летом, еще так, до этих санкций страшных. То есть, фактически, если Сбербанк возвращается в эту локацию и спокойно удерживает цену выше 72-го, в районе 72-80, то есть стабильность. Это поддержка номер один позиционно, то есть 60,5-65 должны удерживать. Тут потратили очень много сил и кэша на удержание Сбербанка. И, в общем, коррекция, если и будет, то здесь можно подыскать снова Сбербанк и посмотрим, как они будут сражаться. Так, Газпром. То же самое за год по Газпрому. Я бы даже добавил не за год, а за полтора. А, да, это сентябрь еще захватим, 2013-го. Вот именно здесь я хотел показать, сейчас он подгрузит. Обратите внимание, 2013-й год, сентябрь, да. То есть, ну, более-менее еще все спокойно было, никаких санкций, военных конфликтов. И Сбербанк был выше, недавно выше, вот этой ситуации. С учетом того, что у нас нефть торгуется не по 80, не по 100 долларов за баррель. Плюс, обратите внимание, как выросла жесткая волатильность. Значит, по Сбербанку, ну, вы сразу заметили, тут самое-самое-самое-самое. Очень-очень. 135 по 123 с половиной. Тут просто железобетон, наверное, будет. Раз. Не отпустили. Второй раз. И даже вот, вот эта волатильность, которая при новом году была на многих акциях и на индексе, все равно не пустили ниже даже минимальной цене вот этого уровня. И тут 36 миллионов, тут 30. Вот, кстати, обратите внимание, 30 миллионов как раз вот здесь вот прошло. И с этой массивности уже 3 недели подряд идет... Да, мой.x.br. Да, да, да. Почитайте на засовке. Там, конечно, я не люблю такой... Там этот... Нелитературный текст. Нужно учитываться. Вот. То есть 3 недели уже фактически летим вниз. И если остановят вот в 140, 134, 135, тут у нас массив раз. Тут перед новым годом мы заходили два. То есть если тут будет удерживать, то есть шансы на возобновление роста. Но если упадут ниже 135, я бы повременел с покупками, подождал бы лучших времен. Да, возможно, из-за того, что Ком и размещали такие документы, наверное, перед другими биржами, чтобы была документация открыта. В общем, почитайте. Там очень много и про технику торгов есть. Сохраните себе эту литературу. Она как методичка строения российской биржи. Так. Ну, в общем, по Газпромам вот такая вот ситуация. То есть мы видели акцию Газпром на вот таких вот слабых объемах еще выше, чем она была 2013 в начале сентября. С учетом того, что там по рублю эти все... Согласен, но фон идет. Звук. Звук плохо, да? Раз, два, три, раз, два, три. Сейчас попробую отключить. А, да. Надо подальше. Не, не слышно. Да, очень близко лежал телефон и тут он написал месседж. Вот, поэтому вот этот диапазон был очень перекуплен и очень-очень как-то не верится, что Газпром в такой ситуации, в такой экономикой в стране мог находиться на уровнях, где ситуация... Ну, в принципе, S&P тоже. Ну, Газпром и S&P это два разных мира. Так. Ну, в общем, две крупные акции вы видели, да? Супер-супер плита. 123,5-135. Уже достаточно долго удерживают выше данных цен. То есть тут зашли, судя по всему, свои люди. И вот в 2014 и в начале 2015 массив 139-134 как поддержка. Потому что здесь вот два массива по месяцу формировали, так как это интервал недельный. Тут точно месяц, то и полтора, и тут точно месяц. Вот, вот вернулись как раз по-настоящему, куда и должен был формироваться Газпром. Либо сняли каким-то суперпозиционным ребятам стопы. Ну, посмотрим. Ориентиры есть? Есть. Так, рубль. Так, рубль, рубль, рубль. Давайте мы его с этого контракта включим. Спот, конечно, да. В принципе, можно сразу зафиксировать вот эту поддержку, у меня всех случаев. Тут на 50 целую недельку кто-то так злостно затаривался на бай. Вот, и затем вот такая вот полуэтапная загрузка. Ну, мы уже не раз отмечали сопротивление мощное на 68,66. Так она и остается. Это мартовский контракт еще. Ну, и уже контрольный звоночек. Это 70,71,200. Тут у нас ликвидность пришлась как раз на вот этот массив. Видите, здесь вся крупная ликвидность. Ну, вот эта падающая сессия плюс эти три. Поэтому как раз вот 68, тут 4 сессии, потом еще 4 сессии. То есть это номер один уровень на данный момент. И как-то 60-ю не сильно они пытаются пробить. Плюс расширение массива все хуже и хуже идет. Видите, массив один, второй массив третий. Объемочки пошли. Склейка получается сейчас. Вот. То есть как бы не пробили 63,500. Потому что такой вот расширяющийся треугольник. Не самая приятная штука модель на рынке. Сейчас посмотрим спор. Вот. Поэтому можете даже на всякий случай поставить алерты. Как раз вот 63,100, 63,900. Не слушайте меня, компьютер. Так, давайте, наверное, видео сохраним на всякий случай. Мартовский на север прет. И июньский. Вот. Пошло 602 оборота уже. 602 две тонны. И все основные массивы вот здесь прошли. 65,264 с копейками. И вот здесь вот сегодня на 63. Мы сейчас на споте еще отметим более точно. Так, вот. 65,100. Тут, обратите внимание, три раза объемников встречали. И вот на 66-й тоже так придушили просто. Так, поэтому 64,750, 65,100. Вот должны, в принципе, посмотрим, как будет удерживать диапазон. На споте. Ну, вот у нас каверный такой объем был буквально в среду. Прямо на макушке. И идем к этому уровню. Прощаться, либо пробивать. Ну, будем смотреть, как мне в себе будет вести. Останется ли та же динамика, как и сейчас. Либо же все-таки остепениться. Ну, мало верится, что нефтяники будут долго сидеть на дешевой нефти. Вот. Ну, в среду, в четверг на рубле будет очень высокая волатильность. И можем быть, вот как пишет Копков, на 65 даже сходить можем. Так, давайте дельту посмотрим. Значит, за последнее время тут массив очень такой плотный. 61,50, 62,50. Можете вы себе даже взять на заметку. То есть, это такой очень, очень массивчик. И если все-таки удержат ниже 62,50, то защита хорошая. Если пробивает, вот, 62,80, 63,20, тогда с продажами надо повременить. Уже будем встречать продажи на 66,65,50 на вот этой блокаде. Там, где пришелся такой крупный объем. Вот, начиная с 30 числа и заканчивая 5,0,2. Вот, самая такая активная часть. Здесь и вот эти три сессии плюс. Чуть поменьше ликвидность, но вот какая-то 66 и 67. Вот, это уже следующий такой уровень, где могут СБ-шники наброситься и защитить котировочку. Так, сейчас сниму кучу линий. Ну, вот такой локальный ресистанс. Два раза причем объемная. Сори, один раз не гиперобъемная, а вот в 11 числа. Как раз вот объемная сессия была. Так, дельта, давайте посмотрим, что, чтобы твориться на дельте. А, где та дельта? Надо днем и трава. Так, 12 тонн на стороне селлера. Вчера на стороне селлера. 11-го нулевая и 6-го числа минус 22. Вот они. Красавцы. Давайте сейчас поднимем чуть-чуть дельту. По лимитам тут какой-то слабенький стоит просто. Это же спорт. Я что-то забыл. Подумал, как у фьючерса переход. А где у нас? Так, диапазончик чуть-чуть полшире на самом деле. Стоп, 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 стоп. Это другой вообще график был. Так, соль и там не тот спорт был. Перепутал, очень легко перепутать. Евро, USD, Тон и Евро, Руб. В общем, не заметил. Потом смотрю на цену. Один точка. Почему это? Так, дельта на рубрике на спорте. Вот такая. 824 тонны было 10 числа. Сегодня 630. Ну, в общем, сольеры заходили вот тут. На 62,50, 62,70. И две сессии. Вот плотничком 61-ю тарили и 61,50. В всякий случай возьмите, если рубль их почему-то в понедельник не будет пробивать, то, наверное, пойдем на 65-ю. Тут уже вот эти массивчики удержали. Вторая была дозагрузка, видите. То есть массив чуть-чуть повыше, повыше. Это стандартная схема. Так, ну, надежда только на 62,50, 62,70. Там будем смотреть. Интересно, по рублю там, чего у нас на моем контракте. Так, и юнский. 63 тонны было 11-го. Вот они 69-7 прошли. 106 тонны по Аску. И вот раз, два, стопы видно, байером сняли. Ну, у тут выше 65-я, 64-я. 400, ну, тогда уже понятно. Будет, наверное, динамика нарос. Ну, и будем смотреть, как 65-ю будет удерживать. Так, вот последние, только две сессии, уже больше миллиона ворот на рубли. Но, вот, практически, похожая активность была вот здесь вот. Тоже был такой небольшой рост. И снова возобновили активность уже. Поэтому, вот эти две сессии в понедельник будут ключевыми. Ну, и те уровни, которые мы отметили. Так, в выездском контракте уже отличились 65-900. Тут 165 тонн, потом 65-100. Ну, и вот 167 тонн на 63-300. В общем, на имском контракте уже образовались вот такие вот носильчики. Так, есть популятивно. Смотрим, еврик, золото и нефть. Так, на рубли это мартовский контракт. У нас тут видно даже полсессии стояли, сняли стопы и закрылись выше загрузки. И следующая сессия торгуется выше. Так, тоже классическая схема. Особо не парятся. Так, и тут у нас объемы пока небольшие. Мы сейчас поставим поменьше. Видите, крем. Так, например, 7, 10. Так, 13-го, пятница, 13-ая. Разворот произошел. Загрузка утром, все по ним. Так, выделяю уровни, которые вам как поддержка, если будете работать на бай. 63-200, 63-470. Тут три массива сегодня, в пятницу 13-го грузили. А здесь уже заходили самые дерзкие ребята. Ну, и не проект вот этот массив. Но вся вот ядро в пятницу 13-го пришлось на этот диапазон. Так, ну, и минимум на реверсе тут обязательно снять надо. Так, ну, в общем, будем надеяться, что удержат шестьдесят пятую. Тут у нас на вторнике были такие импульсы, видите. Сто тонн просто, вот. Пятнадцать минут, и прошло сто тонн. Ликвидности нет, но сто тонн прошло. Как неизвестно. Кто там был с встречным ордером на сто тысяч. Так, поэтому вот этот вот красавчик нам очень важен. Может быть, может быть, тут как раз защитник и понедельник окажется. Ну, понятно, что сами себе там форвард какой-нибудь. Так, давайте мы этих красавцев отметим на всякий случай. Может быть, и не пустят выше, посмотрим. Ну, смотрите, два раза, вот, по 40 тонн, по 30. Как раз вот эти массивы я вам выделил. Там они и зашли. В пятницу 13-го. Так, еврик у нас на новом контракте уже 0,6, а не 0,6, 0,498. Когда он уже перестанет падать? Так, давайте отметим важные уровни. Ну, здесь просто, все очень просто. Где два дня рынок хотя бы стоял, вот эти вот массивы и выделяем. Потому что 0,8,55. Да, 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 да. Сейчас, сейчас, спасибо, что напомнили. 0,6, 20, 0,5, 75. Это ориентирные уровни, это... сейчас еще нет предпосылок падающий нож но уже вот прошло больше трехсот пятидесяти тысяч посмотрим что у нас на баром графике и покажу что там происходило на самом деле и Активировался, видите, фактически уже вышел на 90-100% открытого интереса прошлого контракта. Очень много зашло объемов за последние 3 сессии. 5 тонн уже по 5.30. 5.800 по 0.6.10. 6.800 по 0.6.10. Приятный на покупку инструмент, осторожнее. Но 3 сессии в боковике это уже достижение. То есть уже результат 3 сессии мы стоим просто не падаем в диапазоне, уже хорошо. Вполне может быть. Давайте посмотрим сейчас бульсника Дельты там на юридерномом контракте. Так. Она у нас по игре суровая такая вот. Вчера вроде как что-то пытались. Но сегодня всем испортили праздник. И ушли ниже. Так, посмотрим на тип дирок. Потому что на еврике очень грязная Дельта. Двадцатка здесь вообще просто на продажу. Тут, тут. Ну, в общем, видите сами, да. 5.75, 5.90 уровень активности. И на минимуме тоже сильная активность и котировка сейчас просто на дне. То есть фактически, если не смогут толкнуть выше данного диапазона, то покупать точно не стоит. И то, что вот хотелось показать. Нет, это не дно ей. Я же не говорил, что это дно. Мы сразу решили, что я дно. Наоборот, не самый вещь перспективный на покупку инструмента. Пока нет еще даже защитки, чтобы с него покупать. Так, видите все, да. Это вот, как бы так сказать, тик-серч. То есть тут расписаны все тики за 11.03 число на июньском контракте Еврик. Но в Volume Filter стоит сотка. То есть тик, в котором было меньше 100 контрактов, тут даже не отображается. И здесь по умолчанию стоит красным цветом, выделяются Hidden Ticks. А оранжевым обычные. То есть красным это вот красные эти Hidden Ticks, которые идут таким потоком. И теперь смотрим, каких масштабов были этих Hidden Ticks. 17-12 тонн в тике, причем тут трейды вот 1270. 4 раза подряд, потом 917, 4 раза подряд. 550, 535, 17 тонн. 12.58 по 1.070. 0.0710, сори. Потом по той же самой цене в 8.15, 0.710, 12 тонн. 2.5. Потом чуть-чуть ниже взяли в 14.39, 9.300 тонн. То есть 0.710. Тут просто 0.710 как-то полюбили очень сильно. Потом снова 0.710 еще до открытия Америки. 0.7109, 5 тонн. 0.7109, 4.300. 0.710, 4 тонны. Снова 0.9. Список продолжается до... Ну, в общем, все они ходили как раз вот... Да, вот 35 таких ситуаций было. И все они больше тысячи, а некоторые даже больше пяти. И в разное время. Ну, большинство из них пришлось на Штаты. Это 11-е число. 10-е число. Это июньский контракт. Это... Это... Копков. Да, знаем, что это внебиржевые сделки. Все уже знают. А, вот и... Сори, извините. Просто внебиржевые сделки это долго говорить. А Хайвентикс это быстро обхоп и все и сказал. Так, это 10-е число. Значит, тем, кто только начал пользоваться платформой, красным цветом по умолчанию выделяется именно Хайвентикс, чтобы выделить из общего потока. Обычно у вас будет вот такая вот таблица. Там 100 контрактов, 8-6-4-3-2, 8-6-4-3-2. Это нормальный режим для Еврика. Там 1-1-1-1-1-1-2-1. Это вот нормальная ликвидность для Еврика ежедневная. И тут начинается Армабидон. Значит, здесь 11-го 07-10. Записали. 10-го числа 08-73. Полюбили они 72. Вот они тоже порядка 30 в чем-то раз, даже больше. 49. 40-51. Ой, 40-52. Боже, там в конце край не видит. 66. Нет, 70. Боже мой, 84. 90. 100. В общем, в более 100 случаев именно по одной и той же цене проходят сделки. 10-го числа. То есть, это контракт, который будет экспираться только на дворе сейчас будет. В конце недели вроде, да, там официально. Так, тут 08-72-9-го числа. Проходит по 4-2 тонны по 500 контрактов. Это в понедельник. Пятницу я не смотрел. Сейчас посмотрим вместе. Так, пятница 13-ая. Юнинский контракт. Еврик. 2.39 на евросессии. 8600 контрактов. Проходит. 1.0610. И 1.0610 целый день они расстреливали объемами. 0.0610. Так, 0.0610. Смотрим, где у нас была сегодня 0.0610. Это у нас оказался технически уже максимум дня. Так, ну, просто эти данные, в котором в таком потоке идут, сложно воспринимать так прям быстро. Ну, когда смотришь, такие сделки проходят. Три с половиной тысячи контрактов на евро. Мне просто непривычно. Пытаться найти закономерность среди этих ребят очень трудновато, потому что до конца не знаешь, кто стоит за этой сделкой. Либо это между банками какие-то проскакивают позиции, либо еще что-нибудь там. Ну, в общем, закономерность сложновато выявить прям так идеально точно. Так, ну, в общем, неинтересно сейчас в фунт глянем. Так, ну, на этом точно никто не торгует. Ну, в общем, проанализируйте выводы, конечно, с этими объемами делайте сами. Так, ну, по еврику пока не сформируется площадка хотя бы месяц, я думаю, вот для еврика это как раз оптимально. Либо будет жесткий такой бай, просто не дадут даже коррекциям, чтобы зайти. Они так любят еще работать. Ну, тогда уже может начаться разворот. Но ликвидность должна быть очень аномольная. Очень. Так, фунт. Просто девятый крупатор. На дне скинули сильно так. Так, канюнский контракт уже начался. 122 тысячи уже прошло за сессию 15-15. Пятница 13-го торгуются на минимум. В понедельник будем смотреть, как относит на 47-47.40 будет реагировать в фунт. Так, меня уже названивают. Ну, в общем, тоже площадки пока не сформируют. Позиционно на заходить на бай будет опасно. То есть пока еще падающие ножи лучше в стране, но так дешевле. Так, на юминском контракте вот такая схема на австралийский и новозеландский, что ли? Ну, в общем, на валютных фичерсах, я думаю, будет веселая весна. Вот, так что Сабине и Эзэст Кэпиталу будет интересно поработать. Июньский контракт 15, останется, наверное, в памяти надолго. Чем сложнее, тем интереснее. 77.45 массивность, 78.30 массивность. И вот, две сессии простояли и еще вот дальше там висят. В общем, покупать покороноватенько. Вообще, такое ощущение, что мы попрощались в последний раз вот 12 числа и уже, ну, опять же, Фомка расставится в точки на дне. До Фомки будет турдом на всех рынках. Это уже домой замечено. Эти федералы сейчас, рынки, будут манипулировать, как он, вздумается. Так, вот здесь вот, загрузочка, ее защитили. Аккуратненько так присмотритесь. Хороший такой вот фичерс. Солинский. Ну, они более техничные, потому что они где-то такие популярные. Ну, давайте 6Н. Я часто замечаю, в чате появляется какой-то человек, который совсем не согласен и спорит, доказывает. То есть, ну, любая, очень много энергии тратить на объяснение каких-то вещей. Ну, это неплохо, в принципе, это хорошо, что есть люди, которые дискуссируют. Ну, если отключить эго, то, в принципе, зачем кому-то что-то доказывать. Мне, например, канадский, да, читал книгу Эд Каратоли. Точно не помню, как она называется. Очень хорошая такая книженция. Советую почитать немецкий вроде или британский философ, современный миг. Так, а надо вообще там сгибом, смотрите, сейчас увеличим. И вот у нас торгуется вожжую. Сейчас отключу склейку. Более четко прорисуются паттерны. Я уже засомневался, думаю, все на дне лежат, а канадский решил на максимум их закрыть. Так, ну, 78,19, 77,92. Причем, как-то удивительно, ни одна валюта, вот они как уперлись в меню, и все, и стоят. Ни одна не пошла ниже. Все висят в ожидании контента. С подвохом, наверное, в понедельник открывается весь подвох. О, осторожненько. 78,39, 78,50. Так, и даже можно захватить вот кусок этой сессии. Вот они формировали 78,63 и 78,39. На июньском контракте. И сегодня уже 75 тонн оборотов. Все вроде канадский. Так. Ну, и индекс доллара. Догонку на склеенном контракте, посмотрим. Так. Сотку осильнее. Раз, два, три, четыре подряд сессии идет на повышенных оборотах. Толкать дальше. Объемы нужны, поэтому мы их и фиксируем. Хотя бы 26-го уже, 4-го, 6-го, 10-го, 11-го на мартовском контракте закидывали. Похожая ситуация была как раз вот в январе, когда они толкали 95-ю пробить. Даже не 95-ю, sorry, а 93-ю. Вот здесь вот накидывали объемов. И вот такая вот схемка прошла. Похожая ситуация сейчас идет. Вот они до сотки толкают индекс доллара. Ну и, соответственно, валюты те сидят на минимуме. Объем, наверное, 74-79. 79. Сопоставимый. Вот в последний раз такая была липидность в январе. Посмотрим за... Так, в принципе, это как раз основные уровни пришлись на 95. Так, грубо говоря, 94. Это вот номер один массив. Коррекция может быть все что угодно. Но в эту плиту пока не пробьют. Нисходящая там долгосрочная продажа. Только средний срок, аккуратненько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять сессий подряд. Даже десять, sorry. Десять сессий подряд. Индекс доллара идет без коррекции вообще. И ни одна сессия не закрылась ниже предыдущей. Даже не была ниже предыдущего минимума. Вот. Минимум этой сессии, минимум этой сессии. То есть вообще. То есть, байер не дает... Даже продохнуть. Поэтому посмотрим, что там скажут в среду. 90-74 тонны две сессии вот у нас на соточке. Так, идем дальше. Золото, нефть и... Все. У меня уже заканчиваются силы. Так. 11-61. Нефть. Ой, нефть. Золото. Золото. Ну, золото экспирация не сейчас. В конце апреля, если не ошибаюсь. Да, апрельский контракт. Там 24-го вроде числа только экспирация будет. Поэтому здесь по-другому немножко идет. Анализ. Значит, 12.00-12.10 сопротивление, массивность. И раз, два, три, четыре сессии. Вот пятая. Видите? То есть, дальше продолжает снижаться. Еще ни одна сессия не дала байерам расширить ценовый диапазон за предыдущую сессию. То есть, вот даже вот эта третья сессия, она просто болтается внутри предыдущей. То есть, плохо дело у байеров там очень. Вот пока не увидите импульс такой вот хотя бы там в район в 11.80. Такой на три сессии подряд на покупках, на хорошей ликвидности. Пока еще рановато покупать. Опять же, в среду все будет понятно. Там до среды будут мучить, как пиды. Интересно, кстати, будет собраться на следующем WorldStreet Online и как это все произойдет в среду и как эти рынки развернутся, либо не развернутся. Уже тогда уже кто что предполагал, было бы, если были данные, прогнозы, да, сопоставить. Так, ну, в общем, на золоте пока сидит 69, еще такой уровень вот этой сессии не снижается, что в принципе и отражается на золоте. Ну, тут схема такая. Значит, 180 тонн пришлось на 0,6-3, да, 0,6-3, 6 марта. Вот такой как бы жесткий агрессор на продажу. И 11.80, 11.92 возьмите как индикаторный диапазон, потому что здесь зашла все-таки ликвидность. Вот, вот пока золото, даже если будет рост, вот в этом диапазоне должны объемно пробить эту кодировочку, так, для надежности это, наверное, как проверочный такой уровень. Вот такая вот схема по золото. Так, давайте золот посмотрим ситуацию и... вот Сабина, я согласен, насчет фонки, я думаю, что будет... как раз бизнес-сезон, и они могут так хорошенько ликвидности собрать. Итак, если посмотреть на график Cluster Profile за год, у нас тут был как-то образован осенью разворотец, причем неплохой по ликвидности, так стабильно держали, и прощались с ним пару раз по золотишку. Вот сейчас лежим просто на этом уровне, и еще ниже у нас... вот, загружались в 1.42 объемчики, в них сейчас пока и уперлись. Ну, есть сейчас номер один, посмотрим, будут удерживать или нет, но не нужно к нему относиться как-то, как в железнобетонной поддержке, потому что это очень уже во времени давно был сформирован уровень, то есть временной распад был, мог вообще как бы и убрать из памяти торгующих, поэтому, как минимум, только 11.30. Вот такая вот схемка. Плюс учитывать стоит, что мы фактически с января как падаем, так и падаем. Коррекция, в принципе, как бы на руку сейчас бы пришлась по золоту. Ну, опять же, 12.00, 12.10, как проверочный уровень, пока не пробьют, с ростом могут быть проблемы. Либо боковик устроят, они это умеют. Мы уже видели неоднократно, типа такого класса. Туда-обратно, месяц-два, нефть. Так, у нефтянки 30.01 и до 6.02 вот здесь была такая объемная активность. Поддерживали, были надежды, что все-таки удержат, но пока вот снижаются не на сверх ликвидности, но снижение идет, похоже, как-то манипулятивное. То есть падение идет не под давлением сильных объемов. И у нас вот последний такой вот триверс был недавно. Это 45.60 и по 44.60. Вот если здесь окажется, что это минимум недели и следующая пойдет на рост, я думаю, что это будет очень хорошо. Но вот эти массивы выделить 48.90 по 51.10 обязательно. Вот даже если произойдет коррекция и упрутся в эти уровни, и не будут пускать дальше, то тут наверно за серия селлера. По дельте посмотрите там, какие были активности. Ну, в общем, за год самая максимальная олипидная точка. Такие еще были пару раз вот в сессии у нас 300 тонн. Ух, где. Видите, что по 91.00. Потом еще раз по 81.00. И потом еще раз 300 тонн. И вот тут просто их несметное количество прошло. Поэтому это как бы ориентирный такой индикаторный уровень. Уйдет критировка нефтянки выше данной локации. Есть шансы, что нефтянки начнет восстанавливаться. Пока не пробьют вот 52.80.53. Ну, 49 по 53. Все время нужно быть начековым. Обороты идут просто невероятными. Так. Всем спасибо, что пришли. Выдержали столь длинный обзор. Вот. Но хотелось по максимуму выделить уровней на всех инструментах. Банды. Да, банды я хотел еще захватить, но уже просто сил нет. Все. Рад всех видеть. Насчет конкурса подумайте. И вот насчет управления к Zest Capital на почту пишите. Кому уже чувствуется уверенность. Встретимся на следующей пятницу после фонки. Разбор полетов. Куда идем, какой тренд планируется и что делать. До свидания. Пока.